Я смотрю на наши маленькие деревеньки, хутора, так называемые неперспективные деревни, как раньше их называли, на городки. Я вижу, сколько вот этих брошенных приусадебных участков, сколько брошенных домов, никому вроде бы не нужных. И думаю, пандемия же сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать вот эти участочки. А я ведь много раз повторял, не отказывайтесь сегодня от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные, купите их. Это же копейки сегодня стоят. Завтра вы можете озолотиться этими участками. Что происходит в результате пандемии? Едут из Украины люди, открывают бизнес, работают, едут с России. Я хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне. На отдаленном хуторе клочок земли восстановить тот дом, который там брошен. Или построить какую-нибудь небольшую будку, як у народи кажут, чтобы на выходные туда приехать. Чтобы стариков отвезти на какое-то время из города, как сейчас вот во время пандемии. Поэтому на это надо сегодня обратить серьезное внимание. Чтобы человек пришел, вот он говорит, я хочу купить. Надо сделать так, чтобы он мгновенно вопрос этот решил. И там, на местах, чтобы мгновенно выдали ему разрешение, заплатил деньги, получил документ на владение этим куском земли и всеми там заборами и строениями, которые там есть.